Привет, Владимир, Реальная стройка. Сделаем обзор бетонной лестнички, типичной, с забежными ступеньками. Сразу просим прощения за качество видео и фото, в смысле и звука, потому что сейчас у нас ураганный ветер, МЧС уже 20 смс прислала, и даже микрофон с ветрозащитой не справляется. И начнем. У нас остался вот такой проем. Над проемом ничего нету, но большой перепад высот 3.30 и куции, вот эти вот пристенки, на которых должна размещаться лестница. Мы сели и стали расчерчивать лестницу. Вот, Сережа, покажи. Расчерчивали, 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 расчерчивали. Ничего у нас не расчерчивается. То ступенька сильно высокая, то ступенька сильно короткая. Но мы плюнули, вспомнили про наших друзей, компанию Беллстеп. Что за Беллстеп? Ну, я надеюсь, вы в интернете уже видели, это единственная федеральная компания по производству монолитных лестниц с филиалами в различных городах, которые развиваются по франшизе. Они выпускают десятки до сотни лестниц в месяц по всем-всем различным проектам. Технология только одна, монолитная. И на тетивах, и на косаурах, забежные, поворотные, разные-разные. Они на этом собаку съели. Франшизу они сейчас развивают на все города. Если ваш город не занят, можете обратиться к ним. Ссылка на их сайт и на их видео на ютубе будет под этим видео. Ну ладно, минутка рекламы закончилась. Что сделали мы? Мы позвонили им, руководству, и сказали, помогите нам расчертить лестницу. Они сказали, с удовольствием. Кстати, у них есть уникальная услуга. Если вы сфотографируете свой проем и замерите размеры, то приехавший к вам замерщик сразу же 3D покажет вам, как будет выглядеть ваша лестница. Но нам эти понты были не нужны. Эта программа. Мы просто скинули им проемы, и они нам расчертили вот такую лестницу. Вот это ее вид сверху. Получилось 9 забежных ступенек. Очень большой перепад между прямыми маршами. Но главную проблему в забежных ступеньках не расчерчивание ступенек. А вот эта вот ситуация, когда для сохранения толщины плиты, плита 15 см по перпендикуляру на прямых маршах, для сохранения толщины плиты по перпендикуляру приходится увеличивать толщину плиты. И, короче, наоборот, по перпендикуляру толщину плиты увеличиваем. По факту она остается так же вот тут 15 см, а вот так 26 см. И вот эта развертка специально зеленым нам выделена. То есть вы получите проект не такой, а более продвинутый с 3D рисунками. Нам это не надо. Ну, после того, как нам в руки попал проект, сложности не составило никаких. Как обычно мы делаем забежные лестницы. Как все люди нормальные делают забежные лестницы. Вот, забежные лестницы делаются довольно легко и в то же время сложно. Сначала мы выставили опалубки прямых маршей. Они абсолютно близнецы и вверху и внизу. Ну и раскрепили их. Помните, я всегда вам говорю, не делайте между усилителями, если вы используете ОСБ в качестве палубы, не делайте между усилителями больше, чем 25-30 см. Иначе у вас попровисают усилители. Нет, попровисает палуба от усилителя до усилителя. Вот мы сделали усилитель с 50-ки и еще один усилитель прикрепили прямо к стене простыми шурупами вот такими. 120-ми по дереву. Этого вполне достаточно. Так же выглядит вот этот марш с изнанки. Ну и потом началось самое наше любимое. Пойдемте покажем. Началась наша любимая 3D-опалубка. То есть от этого места по вот это опалубка идет вот так, двойным винтом. В четырех разных измерениях изгибается. Для того, чтобы воплотить такую опалубку... Звук, наверное, ужасный. Для того, чтобы воплотить такую опалубку, нужна 4-миллиметровая, иногда и тоньше фанера. Этим занимается у нас Сережа. Он наш художник. Татушки раньше набивал. Красиво рисует. У него четкий глазомер. Он резал на сегменты, примерно равные ступенькам. Ну, только чуть с нахлёстом. И изгибал. Сейчас будет трудно увидеть, но покажи им ближе. И вот изгибал. Вот сегмент. Вот сегмент. Вот сегмент. А здесь, в углу опалубки, здесь они нахлёст имеют несколько слоев. Кроме того, из-за того, что эта лестница не имеет площадки, нужна какая-то центральная ось, вокруг которой вы ее построите. Здесь это столб с шириной 27 сантиметров. На котором располагается раз, два, три. Ну, то есть, три проема, четыре ступеньки. Он является центральным позвоночником, на котором крепится вся лестница. Мы сделаем из него с 50-ки с нахлёстом ОСБ. Тут это мучение. Сейчас я спущусь, покажу вам, какие там усилители стоят на опалубке. Также 3D и вот так, и вот так изогнутая. Здесь армирование. Армирование тоже 3D. Покажи, Серёж. Или они уже видели. То есть, все согнуто во всех направлениях. Сейчас мы еще проставки поставим, чтобы был защитный слой бетона. Это очень трудно сделать. Ну как, если умеешь, то не трудно. А если не умеешь, то даже имея проект, сделать будет очень трудно. Поэтому обращаюсь к профессионалам, если у вас забежная лестница. Не пытайтесь лепить ее сами. Вы будете лепить полгода. Так вот. Кроме этого, еще. Вот здесь мы анкировали арматуру в стену газобетонную. Умники говорят, не анкируйте в газобетонную стену. Не слушайте их. Где у вас есть возможность прикрепиться к полу, к плитам перекрытия. Также к стенам всегда прикрепляйтесь. Вот здесь что-то я забыл, что-то там 6 метров, через 20 сантиметров 30 кусковой арматуры вбитым газобетон. А лестница весит менее двух тонн. Вот и считайте. На одну битую арматуру, там где десятая, где четырнадцатая, всего приходится менее 100 килограмм. Этого хватит. Штробы мы никогда не делаем, потому что тут как бы псевдоплощадка поворотная с трех сторон облицована стенами. она и так отлично будет держаться. Еще раз повторяю, анкируйте стены в любые. Ну, конечно, если у вас не из гипсокартона. И тогда у вас будет больше опору лестницы. Ну, после чего делается опять прямой марш. Примыкание к плите у многих вызывает вопросы. Потому что последняя ступенька с учетом чистовой стяжки будет иметь вот такую высоту. Вообще, многие люди советуют нарушать целостность плиты, то есть сбивать ее перфоратором, примерно вот так, чтобы дойти где-то до части армирования или до верхнего армирования и к ним прихватывать арматуры. Мы стараемся этого не делать. Если, храни господь, какая-то проблема с плитой, что приехав же инженер или технолог завода, не говорил, что вы плиту покуебдили. Поэтому мы сделали вот такие S-образные пять хвостиков. Этого хватит на лестницу не тяжелую. Ну, тут сейчас мы проставим проставки под арматуру. Не успели еще. Все это нормально и великолепно. Как вы видите, при монтаже и сборке этой лестницы использовать бог знает что. То есть мы использовали не деловой лес, а отходы, все, что осталось вот. С опалубок, крыш, обрезки. И где-то лишнее торчало. Отрезаем по месту. Чтобы отрезать по месту опалубку и чтобы частично вот тут, вот видите, тут куча неубранного газобетона. Потому что мы заполняем... А ну... Не знаю, будет им видно? Что-нибудь видно? Мы заполняем между балками газобетон. Вот, сейчас я возьму. Газобетоном. Для этого нам нужны вот такие разные плашки из газобетона, которые мы распускали бензопилой Optima. И также мы подрезали по месту опалубку. Как это выглядело в натуре? Малая часть этих наших издевательств над подарочным инструментом. Вы увидите далее. Короче, настало время нашей бензопилы Optima подарочной. Сейчас вот мы ее завели, на холостых прогрели. Сейчас она первый раз будет работать. Сейчас нам надо стесать наискосок эту самую опалубку, изнаночную часть. Забыл включить. Ну, видите? Забыл, не забыл, а зацепил рукой. Зацепил рукой. И это выжил. Ну, надо заводить ее. Забыл. 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 если вы не профессиональный строитель стоя в воздухе не используйте бензопилу кстати она попала на гвоздь там искра сыпалась а вот тут я резал серёжа покажи ну к сожалению снимали ладно да вот мне надо было обрезать опалубку резал прямо с газобетоном то себя голосе не забивал мне надо было обрезать опалубку пока серого сходил за мы там под лестницу штробили нам надо заложить проем стене который лишний штабе для этого нужен газобетон газобетонный блок 10 сантиметров 1 отмечаю 10 2 11 так как шина имеет толщину хоть производитель сказать что этого делать нельзя но если очень хочется то можно начинаем а 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 конечно так лучше не делать но нам надо два кусочка одолбаться пилить ножовкой ручной лень нам там надо заложить штробу а тем более она дареная бензопила я думаю она выдержит и это издевательство единственное что это убивает цепь совершенно вообще всю бензопилу но сейчас я промою бензинчиком да смажу и все будет хорошо нам издеваться над бензопилой нам надо демонтировать опалубку этого люка тут соответственно где-то камни где-то что-то мы сильно не убирали ну что зараза заведешься заведешься а надо вот так а теперь заведешься а а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так весело демонтировать опалку бензопилой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вам понравилась эта пила, ссылку на ее место в каталоге активную, на каталоге производителя, я сделаю. Пила оказалась реально нормальная. За свои 4 тысячи я считаю нормальный фабричный Китай. Не потому что мне ее подарили, а потому что мы ей газик пилили, что делать нельзя. И дерево, и с гвоздями там, вы будете видеть, искры сыпятся. Но тем не менее, она выдержала. Цепь ухандокали, но мы сейчас другую цепь эту заточим, другую поставим, будем продолжать работать. Довольно мощный инструмент. Видео не затягивает до бесконечности. Я в ускоренном темпе кусочки нарежу по установке опалубки, чтобы примерно вы представляли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Вот так выглядит лестница сверху. То есть, если вы опытные бетончики, у вас есть проект, вы легко ее соберете. Если же вы не опытные бетончики, поворотный марш у вас составит проблему. Именно сами ступеньки вы легко покрепите. Ну, сейчас спустимся вниз и посмотрим, как делано усиление поворотного марша. Там такой лес из досок, что вам понравится. Упирание из-за того, что опалубка 3D, нигде невозможно усилитель. Усилитель упирается на 10-15 сантиметров. Надо кусочек, кстати, два упора от пола. Там порядка 50 досок использовалось разных диаметров. Начиная отсюда и уходя вот туда вот. Это ужас. Сейчас я возьму камеру Сережи и попытаюсь показать. Ну, деваться некуда. Это необходимость. Это особенность этой лестницы. И плюс там пены, подкладки, кусочки всего прочего. Это создает сложности, но только по времени. Вот здесь, когда мы спустились вниз, мы здесь, вот покажи ближе. У нас там столб интегрированный в стяжку. Вот там столб. Все ступеньки имеют высоту 17,4 мм, а ширину 27 мм, кроме нижней. Так как здесь учитывалась еще высота чистовой стяжки. А в черновую стяжку мы интегрировали один столб. Конечно, можно было бы два столба. Но мы считаем, что одного столба вполне достаточно. Плюс анкировка в стены, плюс распор бетона между стенами, плюс распор бетона от наклонной части плиты и стеной. В общем, это все будет крепенько держаться. Вот такая бустяшка толщиной. Мы просто положили доску и запенили. Туда вставили две четырнадцатых арматуры. Могли и три, и пять, и сколько угодно. Но так как здесь арматура только для среза в сторону, а срез невозможен, так как она залита в стяжку. Поэтому одного столба вполне достаточно. Сейчас мы еще не успели вам снять, но расставим проставки под арматуру, чтобы даже в самом тонком месте защитный слой не был меньше, чем 25-20 мм. Но и то же время мы кое-где засунем вот сюда кирпичи. Между ступеньками и арматурой. Для того, чтобы арматура не сдвинулась в середину бетонного массива, где ее работа будет неэффективна. Вот смотрите, что здесь происходит. Я не знаю, понятно ли вам будет, камера покажет ли. Тут еще вот усилитель еще не укреплен. А так, в каждый такой усилитель надо две доски поставить. Их на ширину лестницы три штуки. Вот и посчитайте, сколько досок здесь. Вот я включил фонарик, чтобы показать, что там происходит. Вон, видите? Тысячи-тысячи подпорочек. Подпорочки для того, чтобы... Я сейчас покажу, почему тут столько пены. Потому что из-за того, что опалубка имеет и вот так изгибание, и вот так, доска где-то в трех местах к ней примыкает. А в остальных местах мы или используем вот такие всякие клинушки и подкладки, всякие фанеринки, всякая вот, видите? Или пеной слой совсем там маленький. После чего ставится подпорка. Ну, то есть, и еще, когда вы ставите опалубку, вы заморачиваетесь не тем, как красиво выглядит опалубка. Видите, мы бог знает, с чего ее лепили. А заморачиваетесь тем, чтобы красиво выглядела лестница. А для этого вы должны соблюсти все размеры. Раскрепить хорошо опалубку от провисания. Сделать подкосы, подпоры. Соединения все крепко-крепко сделать. Вот это важно. А всякий там внешний вид опалубок до одного места. Еще раз показываю эту лестницу. И потом мы снимем ее уже после того, как зальем. То есть, получается, эту лестницу нам помогли сделать три партнера. Компания Биллстеп помогала с проектом. Компания Электроприбор предоставила инструмент. А компания Профмаш дала бетонку. Вот как хорошо быть блогером. И сотрудничать с нормальными компаниями по инструменту и расчетам. Все ссылки будут под видео. Сейчас я вам покажу, что бетон мы делали. Слабо подвижный, малоподвижный. Меньше P3, где-то P2. Осадка конуса я просто не хочу на бум говорить, так как у меня конуса с собой нет. Но вот он, смотрите, как выглядит. Можно делать еще более густой. Но все-таки защитный слой у нас 25 мм. Где-то амок такой бетон не провибрироваться, не пройти сквозь щель между арматурой и низом палубы. Плюс вверх надо затереть хорошо. Плюс приятная нужна со всех сторон, где к палубе касается ровная поверхность. Поэтому мы пришли к выводу, где-то водоцементное соотношение 0,5-0,55. Достаточно. Конечно, если был бы пластификатор, можно сделать было еще суше. Но мы работаем за городом. И при движении сюда просто нам не попалось большого супермаркета, где был бы нормальный пластификатор. У нас с собой был пластификатор 1 литр. Такой, как сказать, мега дешевый. Мы его добавляли, никакой разницы не заметили. Наоборот, какие-то разводы на воде заметили маслянистые. Мы решили его не добавлять, а просто сделать меньшное водоцементное соотношение. Вот просто я буду накладывать ведро, чтобы вы понимали, что он не то что сухой, но вот. То есть, если его отодвинуть, допустим, лопатой, вот смотрите. Видите? Он стоит вверх. Ну, то есть, вот такая примерно консистенция 0,55-0,50 воды. После того, это я специально предусловил, перед тем, как показать вам ступеньки, все равно водичка повыдавливалась. Потому что мы ОСБ пролили водой, оно воду не впитывает, и поэтому водичка вышла сюда после вибрации. Ступеньки мы провибрировали, где-то полтора сантиметра до верха оставили. Мы теперь эту часть заполняем цемент-песчаным раствором. Ну, еще чуть-чуть бетончик добавим. Зачем? Что потом, если какая-то проблема по горизонтали-вертикали, вроде бы мы все вставляли, легко чашечкой счистить. А на второй день можно просто мастерком счистить, сделать плоскость более точной. И плиточники после нас работающие будут нас спасибо говорить. Торчащие камни будут создавать им проблемы. А цемент-песчаный раствор, даже высокой марки, легче счищается, добавляется и так далее. Это никак на прочности ступенек не влияет, потому что это буквально сверху покрытие, и ничего не отвалится. Не рассказывайте мне в видео, в комментариях под видео, что все отвалится, ничего ни разу не отвалилось. Если по-свежему сразу это сделать, ничего не отвалится. Теперь меняемся сторонами. Еще один момент. Доски, как крепить к полу? Два метода мы используем. Если доска вот такая большая и крепит, покажи огромный марш с усилителями, тогда мы, значит, засверливаемся вот нагелем, закручиваем, вон там в дырке его не видно, и потом подпениваем, чтобы вот так вот не шаталось. Доска твердая, основание пола твердая, и все-таки будет щель. Подпенивши эту щель, вы избавитесь от шатания. Это что касается огромных досок, держащих целые пролеты. Если доска держит маленький кусочек, вот покажи, ну маленький кусочек, то есть вот она, покажи в конце ее. Ну не знаю, видно им или нет. Ну короче, я надеюсь вот такой кусочек палубы, с двух сторон, одна друг другая. Тогда мы вообще делаем так, закручиваем два самореза наверх, достаточно длинный, потому что без саморезов при вот таком уклоне доска соскочить может, поэтому мы два самореза закручиваем и потюкаем молочком, без фанатизма, не сильно, чтобы выдавили туда эти наши супер красивые округлости, не надо. Почуть потюкали, добились того, что напряглась, там два самореза, здесь образуется щель небольшая, вы ее запейте со двух сторон, с трех, то есть вот так. И на завтра она стоит вот, мертва. Эти доски еще вдобавок, если доска держит огромную часть пролета, обязательно надо ее зафиксировать от проворота, обязательно. Ну разными методами мы это делаем, или вот так, или вот так, смотря в какую часть доска пришла. Здесь доска пришла в самый угол доски усиления, и поэтому мы сделали накладку, чтобы не провернулась доска усиления. Здесь удачно пришло в середину, и поэтому мы просто сделали здесь накладки, чтобы доски не выдавило. Где возможно ставим подкосы. Не спешим, спокойно везде ставим подкосы, подпоры. Лучше поставьте больше, чем собирать бетон по полу. Сейчас мы доделаем до конца, доровняем верх ступенек, и покажем итоговый вид лестницы. Ну вот, вечереет. Лестница закончена, Сережа, так, покажи. Вверх мы не полезем, цемент песчаным сверху заполировали. Что там, завтра придем, чутка где-то рисунки от мастерочка подотрем. Вот такая лестница из 19 ступенек, плюс подготовительный столб подземный. Стоит у нас порядка 40 тысяч рублей, иногда даже дороже, но здесь 40, потому что мы этот дом весь строили, так что, чтобы не повышать цену. Делает ее, если два, во-первых, и тут не нужен подсобник. Ни на монтаже, в варианте монтажа опалубки, ни на моменте заливки. Нужно два квалифицированных человека. Один, например, как Сережа делает палубу, другой все время усилители. Ни один подсобник этого не сделает. Или это уже не подсобник. Тут не нужны никакие подсобники. Так и заливка. За 3-4 часа вдвоем легко зальете. Третий человек только мешает. Если цепучий недалеко, все легко вы зальете. Бетон мешали и по рецепту 300-го. То есть, один цемента, два песка, три с половиной щебня. Но мы никакой 300-й не намешали, я вас уверяю. А воды где-то 0,5-0,55. Почему? Потому что щебень у нас аютинский. Он слабый, он 600 килограмм выдержит давление. Во-вторых, мусорный песок. Никакой 300-й бетон вы не замешаете. Ни с пластификаторами. Хоть там засыпьте половину цемента лишнего. Потому что даже бетонные заводы от 300-го и выше делают на специальном гарнитном щебне, на чистом песке. И цемента от 300-й более килограмм на куб. У нас где-то 400 килограмм на куб получилось. Потому что лучше добавить, чем потом окажется непрочное основание. Что еще? Я забыл в моменте установки опалубки сказать еще одну вещь. Если у вас высота ступеньки, как у нас, 17-4. Кстати, видите, 15-я доска и 3-х сантиметровый брусок дали нам 18. Зачем? Чтобы 5 миллиметров ступенька тонула внутри тела бетона. И так, когда вибрируешь, вибрируешь наверху, а вытекает внизу, ну, при любом раскладе, надо, чтобы ступенька заходила за плоскость, не так, вертикальная часть ступеньки за плоскость горизонтальной части ступеньки. Да, там будет выемка, но это элементарно, мазнут клеем плиточным. То есть это вообще не важно. Зато вы нормально провибрируете. Если вы сделаете четенько по уровню, у вас будет бесконечно вытекать. То есть вы тут заровняли, поднялись, у вас опять все вытекло. Хоть какой сухой бетон вы не делаете. Еще раз повторяю, что ничего сложного в это лезть и нет, если есть в ней практика. Кстати, еще пока вспомнил. Вот над этой же перегородкой стоит вторая такая же перегородка. И она стоит на нашей балке. На нашей балке залитой, перекрытие балки и заполнение газобетона. На этой толщинке стоит перегородка. И даже этой перегородки не было, все равно там отлично стояло. И так же происходит вот здесь. По вот этой длинной балке стоит трехметровая перегородка. Никаких трещин на стыке газобетон-бетон нету, несмотря на то, что мы в жару это делали. Несущая способность запредельная, ПК-шку оно превосходит. Ну там можно уже модифицировать. Если вам не нужна такая несущая способность, не будет никаких перегородок. Можно меньшее армирование. Видео про заполнение этого монолитного участка всех, кто хотел видел. Вот скептики. Все стоит, держит на себе перегородки. А там даже опирается всего лишь на два уголка и специальные L-образные хомуты. Вот еще хочу показать. Все, пошли. Кстати, вот эти мегабюджетные ступеньки как всегда, видите, ступеньки висят в воздухе на бетонных столбах. Ну, как всегда мы это делаем. А здесь танкируется в кирпичный цоколь. Первая ступенька является кирпичный цоколь и две ступеньки из бетона. Они черновые, на их внешний вид сильно не смотрите. Кстати, вот тут видно. Покажи, Сереж. Вот то, о чем я говорю. Видите? Вот эти 5 миллиметров не позволяют при вибрации. Но зато они мегабюджетные по цене. А мы за них взяли вместе со столбами 5800 или 5500. Делали, правда, 3 часа. Тут особо нечего делать. Но, поверьте, это очень дешево. Это мы умеем так быстро делать. Это вместе с заливкой столбов совсем. Без заливки столбов мы такие ступеньки можем за час сделать. Всем спасибо. Всем пока. Все.